Друзья, всем привет! Наш сегодняшний выпуск посвящен беговой многодневке Project 2020. Это виртуальная гонка, где 11 команд из разных городов России принимают участие. Два женских коллектива и 9 мужских. Сегодня второй беговой день, а это значит, что каждый участник команды побежит сегодня 15 километров. И считается итогово среднее время. Поэтому каждому спортсмену надо показать сегодня свой лучший результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне хотелось бы по 3.45 пробежать, но я не знаю, нет толпы участия в таких мероприятиях. Несколько дней подряд надо что-то делать. Сейчас начнем бежать, пойдем, что вообще с нами происходит. И скорректируем наши, возможно, наши пожелания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всем спасибо, завтра будем эстафету, палочку будем не терять. Или терять, чтобы получится. Ну, что я могу сказать, сегодня мне понравилось значительно больше, чем вчера, чем вчерашние роды, 5 километров. Пробежала нормально, но чуть похуже, чем я думала. Пробежала по 3.49, получается, мой марафонский темп. Думала, пробегу по 3.45, но что-то не пошло. Ну, в целом, в целом, я довольна, но в целом, но в целом я довольна, нормально. Ну, интересно будет завтра, что же сегодня ноги не свежие, что будет завтра с ними, я вообще не боюсь думать. Друзья, всем привет, сегодня третий день многодневки. Сегодня бег на стадионе эстафета. 25 раз по 400 метров бегут две участницы. Нашей петербургской команде это Лиза Ерохина и Елена Калашникова. После прошлого, вчерашнего дня, девчонки переместились на второе место, и задача стоит удержать это место, потому что, конечно, отрицательный спирт из Красноярска, скорее всего, побеждает многодневки. Погнали! Один, два, хоп! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень хочется нам остаться на этой позиции Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, огромное спасибо Степану Киселеву за идею этой гонки Томскому марафону за помощь в организации Надеюсь, что гонка стоит в следующем году Обязательно примите участие и надеюсь, что будет больше профессиональных команд С вами был Александр Лиджанин и канал Нелегкая Атлетика До новых встреч!